Всем привет, меня зовут Константин и вы на канале об инвестициях. Сейчас разберем отчеты финансовые некоторых компаний за сегодня и немного коснемся того, какие отчеты будут завтра. Поехали! Так, Тинькофф, Полиметалл, Русгидро, Алроса по дивидендам, Татнефть по дивидендам и Совкомфлот. Что касается Тинькофф, то тут все хорошо, чистые процентные доходы растут 23% год к году, рентабельность высокая 46%, хотя была 40% во втором квартале, и чистая прибыль также увеличилась на 57% год к году. Также из важных событий то, что приобрели 5% акций Санкт-Петербург, ну, акций Санкт-Петербургской биржи, которая планирует IPO в будущем, возможно. Ну, в принципе, все хорошо. Комиссионные доходы тоже увеличились в два раза. Видим восходящий растущий график, что по прибыли, что по выручке, и прогноз даже повысили они, увидел за первое полугодие 2021 года. То, что выручка, да, увеличилась, ебеда чуть уменьшилась, если за полугодие смотреть, а отношение чистого финансового долга к ебеда 0,79, ну, 0,8, можно сказать. Хотя была почти единица. То есть, в принципе, можно сказать, что стагнация идет. То, что выручка чуть увеличилась, там, ебеда чуть уменьшилась, прибыль там, прибыль, да, упала на 14% по отношению к полугодию прошлого года. Ну, вот, то есть, можно считать, как РусГидро квазиоблигация, так же, как ЮНИПРО. Совкомфлот порадовал. Выручка выросла, общая выручка тоже выросла. Ну, на 10% кварталка, конечно, небольшими темпами, и год-году немного. Зато радует, что чистая прибыль составила 7,3 миллиона долларов против убытка в 1,7 миллиона в первом квартале. Вот, это радует. И беда, конечно, выросла. В общем, конъюнктура хорошая. Татнефть рекомендовал 16 рублей 52 копейки на одну маконовенную и привилегированную акцию. За первые полугодия 2021 года. Вот. И, конечно, это не обрадовало акционеров. Показалось им слишком мало. Акционерам, конечно, такое не понравилось. И, как мы видим, котировки упали почти на 4%, на 20 рублей. Показалось, что мало дивидендов от нефти. Всего лишь чуть более 3% за полугодие. Ну, на уровне банковского вклада, можно сказать. Так, полиметалл. Выручка прибавилась. Скоро тем, не беда. Год к году. За первое полугодие вроде все хорошо, но долг вообще прибавился. То, что на 35% отношение чистого долга к ебеде более единицы уже стало. А свободный денежный поток составил минус 29 миллионов долларов. Хотя, был плюс 55 годом ранее. И, также, полиметалл назначил дивиденды в размере 45 центов на одну акцию за первое полугодие. Дата закрытия реестра будет 10 сентября. Соответственно, при режиме торгов Т плюс 2, крайняя дата покупки 8 сентября. Зайдем на официальный сайт полиметалла. Посмотрим. Выручка выросла на 12%. Денежные затраты также выросли на 16%. Скорректированная беда увеличилась. А отношение чистый долг к скорректированной беде более единицы. 45 центов на акцию. Да, вот чистый долг увеличился. Почти на 500 миллионов долларов. То есть, более единицы уже стало. Капитальные затраты составили 375 миллионов, увеличившись на 55% по сравнению с 242, которые были в первом полугодии 2020 года. То есть, вот они 55% откуда взялись. За счет строительных работ на месторождениях, скрышных работ, капитальных затрат. В общем, капекс, то есть капитальные затраты увеличиваются у полиметалла. И это не понравилось. Вот, компания повысила прогноз капитальных затрат. Первоначально было 560 миллионов долларов. Стало 700, можно сказать, миллионов. Капитальные затраты будут до 2025 года. Такие прям модернизации оборудования, совершенствования. Посмотрев сегодня на график котировок, полиметалл также падает на 3 с лишним процента, более 50 рублей. Это, конечно, инвесторам не понравилась. Отчетность. То, что свободный денежный поток стал минус 27 миллионов долларов. Хотя годом ранее было 54. Это связано с капитальными затратами, которые увеличились на 55% год в год. То есть, хочется верить, что эти капитальные затраты в дальнейшем принесут рост выручки и прибыли предприятию, соответственно. Про Алроса и ее дивиденды еще пока информации нет на данный момент времени. Так что, можно ожидать. Ну, а на завтрашний день опубликуют результаты Интерау, Лукойл, Мечелл, Сигежа. Совет директоров Юнайтед Медикал Групп даст рекомендацию по дивидендам за 2020 год и первое полугодие 2021. Кто не смотрел, посмотрите вчерашний ролик. Там я рассказывал про те дивиденды, которые могут быть выплачены. Они были указаны в презентации, когда компания выходила на IPO в летом этого года. И совет директоров Новатек даст рекомендации и ФСКС тоже публикуют результаты. Так что, ждем в пятницу. Интерау, Лукойл, Мечелл, Сигежа и ФСКС. И по дивидендам Новатек и Юнайтед Медикал Групп. Пишите в комментариях, какие из этих акций у вас есть в портфеле или к каким присматриваете, чтобы добавить отчетность, каких компаний ждете или какие рекомендации ждете по дивидендам. Поэтому, надеюсь, был полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всех обнял. Всем пока. Друзья, также хотел напомнить, что если вы хотите открыть дебетовую карту или брокерский счет от банка Тинькофф, или воспользоваться другими полезными продуктами, будь то сотовая связь, вклады или другие продукты, то по ссылке в описании, оформив их, вам начислят бонус, как другу. Здесь вот вы можете посмотреть, какие бонусы начисляют за дебетовую карту, бесплатно обслуживание всегда, по инвестициям, вместе с торговлей без комиссии и так далее. Продукты можете посмотреть, ознакомиться, за вклад дадут 0,5% единоразового. То есть, по ссылке в описании, оформив продукты от банка Тинькофф, вам начислят бонус. И мне тоже начислят. Это вот как другу вам, а это мне. Инвестиция, например, акцию или одну тысячу на брокерский счет. Поэтому, всем спасибо, кто зарегистрировался. Надеюсь, вам помог.